здравствуйте дорогие друзья доброе утро и добрая возможность каждому из вас ведь как часто люди которые сидят и ждут урожая как правило ничего не делали при посевной и поэтому если вы тот человек который много трудился во время весны помните мы как-то говорили о сезонах то значит вас ждут хороший урожай осенью и вы будете тем человеком кто в состоянии будет не просто его собрать а сохранить и правильно реализовать потому что только тот кто понимает ценность вложений тот понимает и ценность результата и тема которую сегодня хочу с вами рассмотреть не потеряйте серебряную жилу ища золотую то есть это опять речь о небольших возможностях потому что радость большую мы получаем тогда когда мы не теряем уже имеющиеся и правильно к этому относимся потому что если помните говоря о том что мы строим себя каждый день мы строим свой характер мы строим свое отношение мы строим свое понимание цели как туда стремиться но ведь далеко не у всех правильной цели и хорошо что люди уже стали ставить их но какие они у тебя сегодня их стоит просмотреть кто-то хочет больше денег кто-то хочет больше известности кто-то хочет больше позицию на самом деле это нельзя назвать целью ни одного из того что перечислила а это всего лишь добавочный продукт к достижению цели тогда когда у человека есть смысл в его сердце для чего он живет когда есть понимание как помочь человечеству то тогда конечно ему надо влияние тогда идет и известность тогда нужны ресурсы будут приходить и таланты подтягиваться поэтому просмотри свои цели и тогда когда ты к ней пойдешь то серебряных жил по дороге будет очень много приводящих в конечном итоге к золоту к результату жизни сейчас я вкладываю в понятие золото это как победа как первое место и если мы посмотрим что же на самом деле является настоящей целью той которая нас приведет к удовлетворению жизни или жизнью и к тем результатам которые на самом деле радостны когда-то иисусу навину сказал бог такое серьезное повеление направление да не отходит сия книга закона от уст твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнить все что в ней написано и тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно обратите внимание что иисус когда был на земле он не учил людей как зарабатывать деньги а он учил как жить он говорил о принципах которые делают нас сильными которые делают нас победителями он говорил об основании для жизни и о смысле и о цели и для того чтобы в нашу жизнь пришло это понимание нам надо вычерпывать из правильного колодца нам надо есть от его стола нам надо пить от той живой воды о которой когда-то сказал иисус самарянки кто будет пить эту воду тут не будет жаждать вовек и потому я хочу друзья вместе с вами сегодня прийти к этому пониманию из какого колодца я пил до сих пор от какого стола ел что было моим хлебом каждый день если это сомнения то ты будешь очень слабым человеком по жизни если это амбиции это то что тебя разрушит если это мнение людей это то что не даст состояться твоей природе в призвании но если это божье слово и одно не отходит от уст твоих и ты каждый день туда погружаешься независимо от возраста а еще лучше когда ты молодой человек то твоя жизнь она получает очень мощный ресурс возможность принять в себя те принципы которые сделают тебя сильным человеком по жизни который сможет достичь влияния который будет иметь ресурсы который будет иметь и те финансы которые придут для цели небесный отец я благодарю тебя что у нас есть сегодня такая возможность благословлять людей и мы делаем это той ценной целью которая нас приводит в ценность как личности помоги нам господь не остановиться на том где мы находимся а каждый день получать от тебя те ключи чтобы открыть новые двери увидеть по новому горизонты и получить новое основательное положение нашей жизни благодарю тебя господь за все возможности которые уже пришли и которые к нам поторапливаются во имя иисуса христа аминь всего доброго друзья до новых встреч до свидания и и и и и и и и и